И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Давно у нас не было разговорных видеороликов, не было каких-то определенных интересных тем для разговора. Запрайсовал я последнее время все те видеоролики, которые у нас, грубо говоря, проходили на стримах, какие-то интересные каточки. Но сегодня, придя домой, я увидел одну определенную темочку, увидел, что у нас в игре довольно много и обновлений, и каких-то определенных ивентов уже завтра появится в игре. И решил записать видеоролик, рассказать вам свое мнение по этому поводу, поделиться чем-то интересным, что я увидел. Возможно, вы даже и не читаете такие новости, но я прочитал и решил с вами вот с этим всем делом сегодня поделиться, потому что, ну, видосов мало выходит. Поэтому я посчитал нужным сегодня вот такой вот видеоролик записать. Поэтому, если вам нравится, что я делаю, поддержите лайком, ну, если не сложно, можете также подписаться, если у вас подписочки нет. Ну, а начать я хотел, наверное, с самого интересного, это с новых контейнеров. Да-да, вы не ослышались, если вы еще до сих пор не видели. У нас в игре уже завтра с релизом появятся новые контейнеры. Стоить они будет по 10 танкойнов. И из них максимальный номинальный приз, который вы можете выбить, это 100 тысяч танкойнов. Ну, это, понятное дело, что шанс выбития такого контейнера будет очень-очень маленький. И я более чем уверен, что это такой больше байт от разработчиков. Может, от какой-то определенной безысходности. Может, от того, что какие-то уже и деньги необходимые меньше донатят онлайн, потихоньку падает. И надо что-то придумывать. Я бы сразу бы, наверное, не говорил, что это какая-то лажа, печальная тема и тому прочее. Я это все дело не тестировал. Ну, и, по сути, вы так же само, как и я, не тестировали. Не знаете, как оно там все падает. Может быть, это и выгодная какая-то определенная тема. Ну, конечно, это вряд ли. Но, в общем и целом, может быть, у меня есть такой определенный вопрос к вам. Может быть, нам купить какое-то определенное количество данных контейнеров. Если не ошибаюсь, то у меня 200 танкойнов имеется. И я бы мог прикупить, например, там, если по 10, то 20 контейнеров, открыть их вместе с вами. Я там не какой-то там утубер, которому выдают танкойны и может там миллионами их открывать. Но, если вам интересно, то я могу приобрести какую-то вот такую часть. Например, вот, если у меня... Я не помню, сколько у меня там оставалось. Я не заходил, не смотрел. Но, грубо говоря, 20 контейнеров я таких вот смогу прикупить и открыть вместе с вами. Посмотреть вообще, что с них падает. Каков шанс выпадения нормального количества танкойнов. Потому что, если я не ошибаюсь, там был приз 1 тысяча, 5 тысяч и 100 тысяч. То есть, ну, 100 тысяч, понятное дело, что там никогда не дропнет. Ну, а что касаемо какой-нибудь тысячоночки, может быть, какая-нибудь тысячоночка и падает. Да, плюс там расходка какая-то и кристалликов немножко. Ну, понятное дело, что какого-нибудь вот такого шлачка там навалит. И поэтому, ничего такого сверх, конечно, аппетитного. Но можно понадеяться, что, например, упадет вот какая-нибудь тысячоночка и все это дело может легко окупиться. Ну, при том, что цена 10 танкойнов, еще и зная танки, зная то, что у них бывают шансы, как-то не так распределены. И может так быть, что в первый день там, например, начнет люто, жестко падать. И я как раз попаду в тот самый день и что-нибудь себе годное выбью. Ну, как байт, бывает, что такое у танков работает. Поэтому можно все это дело проверить. Но это все зависит от вас. Если вам интересно, повторюсь, напишите в комментарии, поставьте лайк на данный видеоролик. Я пойму по вашей активности, что вам эта тема интересна. Дальше у нас с завтрашнего дня появляются безумные выходные. Там я уже тоже нашел такую небольшую оплошность. Они будут три дня у нас в игре. Как вы знаете, под конец челленджа уже из месяца в месяц происходят такие вот у нас акции, которые связаны с тем, чтобы ребята в последние дни понабивали звезды, побольше поформили. Там плюс делают дискот уикенд, то есть там скидочки какие-то определенные, но не такие большие. Ну и для того, чтобы кому что надо там прокачать, подтарились, подкупились. Плюс скидка там на магазин, чтобы люди, которые донатят постоянно в игру, тоже задонатили. Ну и в общем и целом я заметил одну вещь, то что данный дисконт уикенд проводится у нас на три дня. То есть завтра у нас пятница, суббота и воскресенье. Что касаемо челленджа, челленджа остается два дня. То есть если считать сегодняшний день, то у нас остается два дня, 11 часов. То есть начнется дисконт уикенд и получается челленджу закончится, а дисконт уикенд еще на один день будет у нас в игре. Я не понимаю зачем это было сделано. Почему, например, он не начался, например, сегодня, чтобы это было более как-то оправданно и понятно. Потому что многие игроки, набивая именно челлендж, хотят заработать больше там звезд, кристаллов и прочего, да. Но никак не в то время, когда уже все закончилось. Я считаю, что это как-то неправильная тема. И можно было бы данную оплошность не получать, можно так сказать. Дальше у нас завтра в игре также появится новый режим джиггернаута, про который я вообще ничего не говорил, не тестировал. Многие его тестят, показывают. Я вообще не хотел обращать внимания на эту тему, не хотел ее затрагивать. Возможно, сейчас у нас появится уже вся эта темочка на основных серверах. И если у вас есть желание увидеть, может быть, какой-то мой определенный обзор по данному формату уже на основных серверах, не на каких-то тестах. Где было что-то недоработано, какие-то баги, лаги. Завтра уже все это дело появляется на основе. Значит, разработчики уверены в том, что они уже все дополнительно проверили, сделали. Ошибок не будет. Ну, понятное дело, что какой-то процент их остается. Но то, что большая часть всех ошибок уже исправлена, они в этом уверены, я так понимаю. И значит, у нас полноценный уже формат завтра появится. Мы можем вместе с вами также записать какой-то определенный обзор. Если у вас есть желание, сегодня просто вот такой вот видеоролик, в котором я рассказываю, что мы можем сделать. Потому что, ну, последнее время вы сами видите, что видосы особо не выходят. Какие-то только катки, ббпшки. Нету никакого у меня уклона на матчмейкинг, на какие-то новые интересные движухи. Потому что, ну, по сути, у нас, вы как сами знаете, ничего такого сверхинтересного, жесткого, нового не появляется. Я не хочу вам какую-то просто шляпу вгонять, лучше какой-нибудь скилловой видосик показать. Я считаю, что это, даже если не набирает такого большого просмотра, но те люди, которые интересуются таким контентом, обязательно смотрят. И для себя что-то новое в этом находят. Поэтому, если вам также интересна эта темочка, мы можем сделать определенный обзор. Например, я буду даже с тем же Тёмиком, с Аветисом. Мы будем вместе как-то пытаться скиллозависимо играть в данном формате. Потому что, как Аветис сказал, он протестил эту всю темочку и сказал, что там довольно большие коэффициенты дают по отношению опыта. То есть, там какой-то X3, X4, KF дается. И, в общем и целом, за счет этого можно неплохо так поднимать. Нормально, я, в принципе, прогружаюсь в катку, что у меня сразу крит ошибочка. Давайте быстро попробую обновиться без выключения никаких записей. Потому что, ну, не хотелось бы на этом терять время. Потому что, ну, это танки, которые у нас постоянно без HTML5-очки крит ошибочки выдает. Что касаемо HTML5, то у нас тоже каждый день проходят какие-то добалансировки, какие-то баги исправляют. Что-то новое появляется из-за дня в день. У нас есть оповещение на основной странице, как и сегодня, например. Написано то, что какие-то баги фиксятся. Если вам интересно, можно и всех посмотреть на форуме. Что исправляется, что меняется, что делается лучше, якобы. Для меня до сих пор есть определенные недоразумения в данном движке, можно так сказать. Да, это уже какой-то определенный движок. И я планировал записать еще, как минимум, один обзор. После того, как я немножко так похейтил, можно сказать, данный движок у меня бомбило. Из-за камеры, из-за той, которая, ну, была вообще просто печальная. Сейчас ее исправили, даже, если не ошибаюсь, в тот самый день, когда вышел видеоролик. Ближе к вечеру, походу, уже вышло это обновление. И данная камера поменялась. То есть, с камерой сейчас все в порядке, но недостатков и всяких таких вот мелочей еще много. И эти мелочи отвергают, отталкивают меня играть в данную версию игры, потому что, ну, невозможно долго там находиться. Серьезно. Это неприятно зрению, это неприятно как-то даже по самому поведению даже камеры, хоть она и стала лучше. Но есть какие-то определенные такие вещи, которые непривычные, из-за которых ты не можешь комфортно играть даже с той же наркой, с тем же, с тем то, что в левом у вас углу появляется там сброс золотых ящиков. То есть, в табе все по-другому показывается. То есть, есть много определенных таких мелочей, про которые я бы тоже хотел бы поговорить. В последнее время не доходит, наверное, до этого дела, но я думаю, что в ближайшее время я такой вот видеоролик тоже запишу. В общем и целом, есть много таких вот интересных тем, которые мы с вами можем пообозревать. И я надеюсь на вашу активность. Если она будет, то, безусловно, мы с вами все это дело обсудим, обговорим и посмотрим на эти вещи совсем с другой стороны. Потому что, по сути, никто не делает такие прям масштабные какие-то обзоры. И даже в какой-то степени, возможно, это полезно увидеть тем ребятам, которые занимаются исправлением всех этих ошибок. Я надеюсь, что они смотрят подобного рода видеоролики. Хоть кто-то, даже какой-нибудь там помощник, который боком связан с этой темой, он интересуется и вкладывает свою определенную лепту в данное движение. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Я не знаю даже, что можно было бы здесь еще добавить. Вроде как все вещи, которые у меня были в голове на сегодняшний день, которые я хотел вам рассказать, с вами поделиться. Я рассказал, поэтому проявляйте активность. Завтра уже появятся данные интересные контейнеры. Я думаю, что мы их с вами откроем, аппетитно что-нибудь крутое выбьем и запишем такой вот определенный видосик с открытием интересных контейнеров. Вот такой вот видос получился. Не забывайте поддерживать лайком, подписочка на канал. С вами был мистер Ванька. Крит ошибки. Наше все. Пока.